В этом году 17 августа исполнилось бы 70 лет великому артисту, на мой взгляд гениальному певцу, потрясающему человеку, для меня лично очень дорогому человеку, здесь присутствующему людям перед вами, Мусливу Магомаеву. Я не называю его титулы, звания, он в памяти всех нас остался Мусливым Магомаевым. Именно вот эти два слова для нескольких поколений людей в нашем Отечестве начали очень-очень много. Некоторое время назад был учреден конкурс международных вокалистов в памяти Муслива Магомаева. На мой взгляд это блестящая идея, как может быть никакая другая, соответствующая тому, чтобы сохранить память о Муслиме, и тем самым как бы, чтобы молодое поколение, молодые артисты, многие-многие годы на этом конкурсе, проявляя себя, и тем самым сдавали дань памяти Муслимам. 25 мая исполняется ровно 3,5 года, как его нет. Вот, мне немножечко трудно будет говорить, но я, видимо, так сказать, уже войду в эту ситуацию, и тогда, простите меня, я буду постепенно входить. Давайте о конкурсе. Конкурс родился два года тому назад. В честь, конечно, был создан в честь памяти Муслима. Он родился как бы сверху, спонтанно, как бы спонтанно. На самом деле это не так. Значит, всё было предначертано, всё было загадано, всё было задумано. Конкурс первый я, честно говоря, помню только, так сказать, смутно. Имеется в виду, что исполнители и певцов, их я хорошо помню. Всё, что происходило вокруг конкурса, честно говоря, я не очень помню, потому что тогда это было ещё очень-очень трудно мне совладать с этим. Сейчас, вот я говорю, 3,5 года прошло, сейчас можно уже о нём рассказывать, о конкурсе. Второй конкурс. Сложностей, я думала, будет меньше, но они, конечно, прибавляются, и абсолютно другого характера. Начнём с того, что заявок было подано. 200 с лишним. Это огромное количество, учитывая международные конкурсы, практику международных конкурсов вообще, и в частности этот конкурс. Конкурс настолько молодой и не очень разрекламированный, поэтому я считаю, что это, конечно, может быть, заслуга. Но в первую очередь, конечно, имени Муслима заслуга. Трудно, трудно было, очень трудно отбирать певцов, молодых в основном, конечно. Ну, там был указан возраст. Кстати, одно из нововведений этого конкурса. Мы немножко, так сказать, видоизменили возраст певцов. Если у нас был предел 40 лет, я считаю, что это многовато для людей, которые начинают завоёвывать сцену, мир, город, всё равно. Но, так сказать, завоёвывать. Поэтому мы сократили с 23-летнего возраста до 35-летнего возраста. Люди, которые... Почему? Потому что конкурс необычный, вы это знаете, наверное, может быть, помнили, может быть, слышали. Он необычный тем, что там нужно не только красиво петь, и не только красиво петь оперу. Там нужно владеть такими жанрами, как мюзикл, эстрада и, естественно, в первую очередь, оперное пение. Потому что человек, именем которого назван этот конкурс, владел прекрасно всеми этими жанрами. Конечно, планка-то задана высокая, и люди, которые подавали, многие подавали заявки, не очень, так сказать, видимо, чётко прочитали условия конкурса и присылали, кто, значит, своё исполнение в караоке, кто своё исполнение просто классического репертуара. Вот поэтому в этом была трудность отбора. Но мы постарались, мы отобрали, я не знаю, как члены жюри сочтут. Мне кажется, уровень очень высокий. Поэтому этого не сглазить певцов-исполнителей. Там и женщины, там и мужчины, поэтому конкурс трудно, трудно. Если бы вы меня спросили, пошла бы я сама на этот конкурс, вы знаете, какой ответ – нет. Вот. Большая-большая ответственность, чтобы позволить себе проявиться и в опере, и в мюзикле, и в эстраде. Причём в голосовой эстраде. Услин же пел голосовую эстраду, он на трёх нотах никогда не пел. Россия дала миру несколько фигур в музыке, которые определили вообще как бы уровень планеты всей нашей. Наверное, это случилось как раз больше в 20 веке. Началось это, наверное, с Шаляпина, с Фёдора Ивановича, который стал основателем вообще совершенно нового подхода к пению, не только оперному, а вообще просто к понятию пения. И вот мне кажется, что Муслим Магомаев, это, наверное, входит за ним рядом, потому что великий исполнитель. Ну, у меня просто есть личные какие-то отношения, потому что с детства в моём доме звучали пластинки виниловые, ну и везде по телевидению, по радио. Всегда это был любимый исполнитель моих родителей. И как бы с детства я на этой музыке рос. Второе, это то, что Тамара Ильинична-Синявская, мы очень дружим, мы вместе работаем в ГИТИСе, мы вдвоём возглавляем факультет музыкального театра и находимся в постоянном контакте, вместе воспитываем молодых актёров. В классе Тамара Ильинична стоит рояль Муслима Магомаева, и каждый студент понимает, что когда он касается этого рояля, какая ответственность у него петь педагогу, тем более такому педагогу. И когда Тамара Ильинична мне позвонила, я, конечно, очень обрадовался. Ну и вообще вот состав жюри, который здесь есть, это всё близкие люди, друзья, и Елена Васильевна Образцова, и Тамара Гварцетели, и Лев Лещенко, и Фархад Шемиаглы, который ректор Бакинской консерватории. Мне кажется, что просто это очень хороший конкурс и замечательное дело. Я прослушал такую шахтёрскую работу, Тамара Ильинична сделала, потому что всех отслушать, а мне уже дали послушать меньшую часть отобранных, хотя я послушал и резервный диск, который там существует. Я могу сказать, что не лукаве абсолютно, что конкурс просто очень высокого уровня, и мне кажется, что он не просто конкурирует, а он лидирует по уровню со всеми другими конкурсами, которые в России существуют. Я, честно говоря, просто был в восхищении тех певцов, которые заявили о себе. Это не только российские певцы, это певцы из разных стран, из других республик. Он действительно международный, а не просто, как иногда у нас называют, международный конкурс, а там участвуют самые большие иностранцы с Украины, а здесь это международный конкурс, очень высокого уровня певцы. И мне кажется, что это будет очень интересным состязанием. Для меня это очень интересно. Это мой третий в жизни конкурс, где я в жюри, первый, где я уже 11 лет в жюри, это «Бельведер» в Вене, самый главный конкурс вокалистов в мире, конкурс в Риме, где я тоже в жюри. И вот это мой третий конкурс на родине. Я благодарен тому, что меня на родину призвали. Я бы хотел просто остановиться, чем отличается этот конкурс от всех остальных. Дело в том, что конкурс Мустима Магомаева, это, во-первых, было уже сказано, что это и оперное пение, и эстрадное пение, но это не только это, это и сценическое мастерство, и артистизм, и чувство стиля, и чувство музыкального вкуса, и как человек выглядит, как он одет, как он перемещается по сцене. И есть что-то еще, что было у Мустима, и чего, к сожалению, нет у многих исполнителей, когда необъяснимо человек может овладеть залом. И вот, как бы, это именно вот то мастерство, которое было у некоторых очень ограниченным количеством людей в мире. Поэтому вот этот конкурс, помимо того, что человек должен феноменально петь оперу, там, петь потрясающую эстраду, должен обладать вот всеми теми качествами, о которых я вам сказал, чтобы быть победителем этого конкурса. Вот этим он в основном и отличается от всех других. Некоторое время тому назад я узнал, что в свое время для ставшего культовым фильма «17 мгновений весны» первые записи известных песен из этого фильма делал Муслим Мугомаев. И он записал все песни этого фильма композитором Микола Таравердеева. Но так случилось, что, когда режиссер фильма Татьяна Лезонова прослушала эти записи, она, с одной стороны, пришла в восторг от того, как они звучали в исполнении Муслима, но, с другой стороны, по ее задумке, поскольку там, как бы, эти песни предполагаются, что они, как бы, звучат от имени, как бы, главного героя, и она посчитала, что вот эти песни в исполнении Муслима Мугомаева, как бы, там было слишком много Мугомаева, то есть он не ассоциировал эти песни с образом, который на экране блестяще создал Вячеслав Тихонов. Фильм про шпионов, потому что. Вот. И в итоге эти песни замечательно выписал Вячеслав Тихонович Кобзон. Эти записи никогда, вот эти записи, в честь ему словам, никогда не звучали, никогда не издавались. И вот я обратился к Тамаре Ильиничной с просьбой найти эти записи. Она очень бережно относится к архиву Муслима, практически хранит его в таком первозданном виде, потому что у нас сам очень четко носился в архиве. Эти записи нашлись. И вот в ближайшее время они будут изданы специальным отдельным диском, который будет называться «Песни из кинофильма «Семь на сголовение весны» «Господин Муслим Мугомаев». Это будет первое издание этого диска. Это прямо и не имеет отношения к конкурсу, но мне кажется, это очень важно, потому что я думаю, что очень хотел бы, чтобы миллионы россиян услышали бы эти замечательные песни в потрясающем исполнении Муслима.